Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захар Артемьев. И мы находимся у постоянного представительства Республики Чечня в Москве. Это у метро Проспект Мира, друзья. И вот мы пришли сюда, мы, это я и независимый муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залещак, мы пришли выразить свое несогласие с действиями силовиков Чеченской Республики, которые в Нижнем Новгороде устроили форменный ужас, напав буквально на дом бывшего верховного судей Чечни и фактически похитив его жену Залему Мусаеву, даму в годах, больную диабетом, ее силой увезли. В нарушении множества регламентов и прочего, 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 потому что по регламенту сотрудники МВД одного региона не имеют права вот так брать и оперировать в другом регионе. Друзья, прежде чем я передам плакат вот этот, я хочу, чтобы вы увидели, требуем прекратить произвол силовиков Чечни, освободить заложников. Почему заложников? Об этом вам сейчас расскажет Владимир Залещак. Я же попрошу вас, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Журналисты сам по себе, описание подскажет вам как. Что ж, да, почему заложников? Да потому что люди уже эти фактически заложники. Что ж, Владимир, пожалуйста. Дорогие друзья, добрый вечер, с вами независимый депутат Донского района города Москвы, Залещак Владимир. Нахожусь возле постоянного представительства республики Чечня в Москве. Я вышел в одиночный пикет с требованием освободить заложников, которые сейчас находятся под охраной силовиков Чечни. И вчера в Нижнем Лопгороде произошла совершенно возмутительная ситуация, которая возмутила всю страну. Значит, судья Верховного суда Сайди Янгулбаев, значит, он находится в отставке, к нему ворвались силовики домой, выволокли ее жену, его жену, и увезли ее в Чечни. Значит, все это происходит, потому что Абубакар Янгулбаев является юристом и правозащитником организации комиссии против пыток. Да, вот вышел. Здрасте. Какие пытки? Ой, ужас. В 21 веке, представляете, бывают такие. Да, такие бывают. Да, у нас тут мы записываем ролик о том, что мы возмущены действиями силовиков Чечни, поэтому... Да, имеем право. Ну, какие они акции проводились? Задержали в Нижнем Лопгороде. Да, даже не держали, а выкрали. Да, судя по видео, которое было. Ну, видео много чего. Вы спросите, вас можно узнать, кто вы? Ну, я никто. А что, вот, шапки? Да, видите, у меня руки заняты, под ногами не упил, подхватил. Обычно ногами хватают. Вот, друзья мои, вы видите, да, какой-то представитель вышел в представительство, извините за эту автологию, представитель представительства. Значит, и я обращаюсь к силовикам России, МВД, ФСБ, что происходит у нас в стране. То есть, где-то в Чечне происходит такой анклав, где действуют свои законы, где силовики запросто приезжают и выкрадывают любого, кого они захотят, и увозят на территорию Чечни, и что происходит дальше, что происходит с этими людьми. И сейчас мы видим в последнее время всех, кто критикует Рамзана Кадырова, всех родственников их арестовывают, всех родственников задерживают, содержат их в камерах силовых ведомств. Вот что самое возмутительное. То есть, получается, государство прикрывает все действия силовиков. Я обращаюсь к руководству страны, президенту страны, я обращаюсь к силовикам ФСБ, МВД. Наведите порядок, в конце концов, что происходит. То есть, получается, что любого могут задержать, выкрасть, отвезти в Чечню, и что там делать. А вот родственники Кунсу Абдурахманова, известного оппозиционного блогера. Да, все блогеры, которые критикуют сейчас Кадырова, все подвергаются преследованию, всех крадут. И вот, то есть, мы видим, такая прям сложилась система, по которой задерживают заложников. И таким образом влияет на людей, которые осмелились критиковать Рамзана Кадырова. Друзья мои, так не пойдет. Я считаю, что политическая руководство страны, руководители подразделений, руководители силовых ведомств должны отреагировать на это все, должны принять меры, освободить всех заложников и вообще назначить разбирательство, назначить расследование, что происходит в Чечне. То есть, Чечня, получается, это отдельное государство, которое находится на финансировании российского бюджета, российского народа, но живет по своим законам. Это недопустимо. И я призываю руководство страны навести порядок, всех заложников освободить и навести порядок там с силовиками, что происходит в конце концов. Владимир Борисович, пресс-секретарь Владимира Кутина Дмитрий Фисков уже сказал, что они пока не могут комментировать эту историю, потому что она пока озвучена из непроверенных источников. Однако уже сам судья, вот суд друга Зелену Мусаевой говорит о том, что действительно это было. И вот как вы относитесь к такой реакции Дмитрия Фискова на то, что ничего не видим и ничего не слышим? Реакция Фискова возмутительная. И доказательств масса. Весь интернет забит. Видео, как врываются, как выволакивают женщину. На самом деле мать Абубакара больна с сахарным диабетом. Это тоже риск, огромный риск ее жизни, не здоровья, а даже жизни. И позиция Пискова совершенно непонятна. То есть он таким образом дает, ну не карт-бланч уже, он уже одобряет. То есть высшее руководство страны одобряет вот эти действия, совершенно незаконные действия силовиков Чечни. И я также уже, если уж мы находимся здесь, я обращаюсь к самому Кадырову. Наведите порядок, что происходит. Это с вашего ведома, ведомо происходят такие вот вещи в стране. То есть в Нижний Новгород приезжает специально 8 человек на автомобилях. Это что, командировка была? Это что, это вы их санкционировали? Это санкционировали ваши подчиненные? С оружием, через всю страну, да. То есть получается, никто в стране не защищен. Кадыровцы прикрываются вот этими документами, которые позволяют им полномочиями, как силовиков. И что, и тут разгуливают по стране. И сейчас любого, кто встал вот с таким даже пикетом, сейчас нам что, грозит нам опасность? Теперь нас выкрадут, выкрадут нашу семью. Поэтому, пожалуйста, руководство страны, жители, наши подписчики, пожалуйста, распространяйте это видео. Это должны все увидеть. Да, мы тоже рискуем, но я не могу молчать. Как я депутат могу стоять в стороне, когда происходят в стране такие вещи. То есть из нас, вот я сейчас вышел с этим плакатиком, и что теперь будет подвергнута моя семья, и я буду подвергнута риску задержанию, и меня тоже отвезут в Чечню, и будут там что-то со мной будет. Так недопустимо, друзья мои. Я прошу поддержать нас, я прошу сделать эту нашу акцию, максимально распространить ее, придать максимальные огласки. Каждые в стране должны возмутиться. И такие, я считаю, что это должно быть поддержано общественностью, гражданским обществом. Выходите в пикеты, выходите в пикеты к зданиям силовиков, к представительствам Чечни. В Чечне, если у вас есть, давайте поддерживать, давайте объединяться, давайте эту информационную волну поднимать, и пусть президент дает ответ, что происходит в нашей стране. Почему есть отдельные чиновники, а Кадыров это чиновник, которым закон не писан, они могут делать все, что угодно. Это недопустимо, это надо остановить. Друзья мои, спасибо вам большое. Я надеюсь, что наша акция найдет понимание и поддержку у жителей России, что это будет массовое распространение, и мы заставим силовиков работать, поддерживать чиновников, пусть даже там высокого ранга, также отвечать за вот эти действия, которые происходят. С вами независимый депутат Донского района города Москвы Залещак Владимир. Всего доброго, друзья, до свидания. Спасибо большое, что я потерял. Спасибо. Друзья, вот так вот на самом деле это кажется, знаете, такой повседневной штукой, но поверьте, это действительно риск для жизни. В России 21 века. Вот так. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет вам, как поддержать мой труд, я в этом реально нуждаюсь. Вот.